Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! На празднование дня рождения Пушкина, на юбилей, приехал ко мне Ефимов Виктор Алексеевич в гости. Возможно, вы его знаете по концепции общественной безопасности, он один из ее создателей. И у нас был интересный разговор, беседа, который мы записали на видео. И вот я хочу вам предложить посмотреть это видео, о чем там речь. Темы он поднимал интересные. Про век всеобщей управленческой грамотности. Извечный вопрос, что такое душа и дух? Есть ли перевоплощение? Что значит такие выражения, как отдать Богу душу? И в чем заключается междисциплинарный язык общения? Какое будущее у человечества и у нашей страны? В общем, разговор был насыщенным. Приятного просмотра! Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня в гостях у меня дома Виктор Алексеевич Ефимов. И мы поговорим сегодня о нескольких вещах. Ну, начнем, наверное, конечно, со здоровья, не только и не просто физического. Это вы все на моем канале видели и, надеюсь, смотрите и будете смотреть. А о другом аспекте. О духовном, ментальном, душевном состоянии. И потом, конечно, может быть, поговорим о уже более глобальных мировоззренческих аспектах. Давайте начнем, не будем терять время. Виктор Алексеевич, добрый день! Добрый день, Юрий Андреевич! Ну, расскажите то, что мы сейчас с вами до начала записи беседовали. Что знать важно каждому человеку, чтобы быть здоровым и физически, и душой. Помимо физического, материального, что называется, работы над собой, оздоровления. Что нужно знать, без чего полное гармоничное состояние человека невозможно. И здоровье глобально говорит. Ну, вот я часто обращаюсь к вашему каналу и своих слушателей моей школы, тоже рекомендую посмотреть. Потому что редкий такой случай, когда по любой проблемке можно у вас найти информацию. А это настолько ценно, и она дается лаконично, понятно, очень аргументированно. Но не все, к сожалению, выходят на ваш канал. Потому что у людей разные ориентиры, мировоззренческие, жизненные. Так вот, я веду курсы школы у меня, школу управления собой, страной, цивилизацией. Мы даем некие мировоззренческие вещи, когда у людей появляется интерес к развитию своей собственной судьбы самостоятельно. И начинается это все, на мой взгляд, с того, что человек начинает осознавать себя иначе. Он реально понимает, что вот это не я, это как бы храм, как мы говорим, для тела и души. Это то, что мне даровано на время земного пути. И когда человек осознает, что у него там 100 тысяч километров кровеносных сосудов, каждый ряд из них тоньше человеческого волоса в 50 раз, когда он осознает, что у него здесь 80 миллиардов нейронов, клетчки, которыми мы думаем, то он начинает понимать, что нужно относиться бережно к этому божьему созданию. И мы связываем здоровый образ жизни не просто вот здоровье, а, в общем-то, это уже связка такая мировоззренческая, когда если человек действительно ориентирован на божий промысел, то он понимает, что нельзя причинять вреда себе, окружающей среде, мирозданию. Но начинать-то надо с себя. И поэтому, допустим, алкоголь, табак, обжорство – это просто безбожие, это не просто, как бы, так сказать, вот такой ход, связанный только своей собственной судьбою, а это уже отношение с Богом. Потому что ты творение Божье, и ты этому творению зло приносишь. И вот с этой плоскости мы заходим на контакты с нашими слушателями моей школы, и вот это меняет реально судьбу людей. Ну, известно, что люди вот так, прошедшие как-то общение со мной, они гарантированно отказываются от алкоголя, табака, а дальше старт уже идёт и к вашей информации, и к вашему каналу. То есть, они начинают уже обретать новую судьбу. Ну да, пока человек потребляет алкоголь и табак, он о многих вещах просто не задумывается и не может даже осмыслить какие-то вещи. Ему уж точно не до деталей, которые даёте вы. Человек подсознательно, как бы он себя не обманывал, вот кто употребляет алкоголь, он понимает, что он делает плохо и разрушает свой организм. Подсознательно, несмотря на то, что он обманывает, придумывает разные идиотские шуточки, повторяя за другими. Вот, как бы сказать, чтобы убрать вроде бы эту проблему, отстраниться от неё, чтобы совесть его не мучила. Но когда он переступает вот этот шаг к черту, когда он возвращается на естественный, природный, трезвый образ жизни от естества, от самой природы, то тогда ему открываются многие дороги и пути. Он способен мыслить на такие темы, размышлять над такими глубокими вопросами, над которыми раньше он не задумывался, был тормоз, ступор, стена стояла. Она рушится, и я это вижу на примере тысяч людей, которые за годы писали об этом. Большое дело, конечно, в этот вклад для здоровья нации, духовное и физическое внёс ещё и, конечно, Жданов Владимир Георгиевич, естественно, начал углов. Да, потому что после этого про многие писали. Я очнулся, перестал пить-курить. Читал я многие комментарии людей, которые после ваших лекций, то есть до кого-то, например, не смог достучаться по той или иной причине Жданов, или он приоткрыл завесу, но человек отмахнулся, но в глубине души что-то зародилось, потом он увидел ваши лекции или мои, и какие-то слова вы нашли для определённых людей, какие-то я там нашёл. И люди перестали пить-курить, а дальше стали думать, а зачем я живу в этом мире, для чего, так сказать, куда мы идём в плане и страны, и отдельно взятой семьи, и я лично, и какая цель человеческой жизни, и что такое человек, да? И вот об этом, о таком мировоззреческом аспекте, о бытие, вот если вы что-то скажете, вот ваше сейчас видение. Да, ну вот, понимаете, в общих словах это говорится, но получилось у нас так, что наука, она безбожна, она как бы в сферу души уже не входит, и как человек произносит слово «бог», на нём уже ставится штамп, что он, как бы, так сказать, лженаукой какой-то занимается. Вот. И это, конечно, печально. Конечно же, я думаю, будущее за общей управленческой грамотностью и за пониманием единства научного и религиозного знания. То есть, потому что человек по природе своей познаёт мир по двум каналам. Канал разума, то, что можно потрогать, пощупать, проверить, испытать. И канал веры. Во что-то он всё равно верит, потому что за время жизни ты не можешь сам лично убедиться во всём и вся. Поэтому ты часть информации принимаешь на веру, но особенность её такова, что людям нравственным даётся та информация, которая соответствует реальной действительности. Безнравственные верят в то, чего в жизни нет. И вот, наверное, моя-то основная задача – это всё-таки входить в сферу духовно-нравственного развития и реально, по крайней мере, строить гипотезы, а что такое всё-таки дух, а что такое биополя. Мне близки, скажем, позиции того же Пыжикова, когда он говорит, что есть дух, который появляется с момента рождения, он несёт в себе всю генетику предыдущих ваших родовых линий. А потом к семи годам уже появляется дух воплощённый. Это дух, который уже впитал все контакты, которые были вокруг него. И для меня это абсолютно, для физика, абсолютно понятная реальная сущность – это биополя просто наши. Они появляются в момент зачатия, собственно. Вот появилась зигота, клеточка первичная, она сразу уже имеет новое биополе. Не биополе той клеточки, не другое новое. И вот, значит, это биополе развивается, это и есть дух. Поэтому, говорят, когда идёт перевоплощение, человек испускает дух, да? Но отдаёт Богу душу. Это значит что-то иное, правильно? А вот в научном толковании этих терминов вы не найдёте. У меня, по крайней мере, есть собственная внутренняя непротиворечивая гипотеза. Под духом, я понимаю, биополе человека, которое имеет реальную физическую природу, природу земную. Она сформировалась на земле. И это биополе можно померить. Сейчас вполне достаточно приборов. Более того, связь биополя и телесных проблем человека, она всегда однозначна. И известные приборы комплексных медицинских экспертиз, когда по биополю однозначно фиксируются те или иные проблемы человека. А вот что касается души, то, на мой взгляд, это уже эфирная сущность. Она заведомо оказывается ненаучной, поскольку эфир относится к разряду запретной физики, что, на мой взгляд, и тормозит вот такой прорыв в научном познании мира духовного. Потому что эфир – это, наверное, размерности 10 в минус 50 степени. Природа бесконечна как в макросмыслие, так и в микросмыслие. У вас 10 в 50 степени вы улетите в неведомые галактики, а 10 в минус 50-й уйдёте в микрокосмос, о котором ещё известнейшие физики говорили, что там у нас открытий гораздо больше, чем в большом космосе. И вот эфир, в моём представлении, из него, во-первых, формируется материальный мир, ведь высший разум, Бог – это же не фокусник, который там из кармана что-то достаёт. Материя сформируется из эфира, но эфир существует в проявленном материальном мире, из эфира эти сущности сделаны. Эфир есть неструктурированный, кипящий, и есть эфирные сущности, и такой сущностью, на мой взгляд, и является душа человека. Поэтому она живёт здесь. Другое дело, что мы не фиксируем это нашими органами чувств. Поэтому при перевоплощении отдать Богу душу – это значит, что душа возвращается из телесной оболочки, космос эфира, и там у нас уже будут другие задачки. Поэтому, когда мы говорим о процессе перевоплощения, когда в русском языке он очень точен, есть такой оборот – отдать Богу душу, это как раз возвращение души в свой эфирный мир. И именно там предстоит решать нам в будущем основные задачи и предназначения нашей судьбы в целом на Земле, для того, чтобы потом, после перевоплощения, получать уже те или иные новые задачки. Поэтому не случайно Лев Толстой смысл жизни сводил к совершенствованию вот этой самой вечной частички нашего «я» – душе. Поэтому вот когда человек начинает воспринимать себя не просто как телесная оболочка с какими-то там потребностями, а именно как творение Божье в триединстве тела, духа и души, то он заведомо иначе относится к себе и к своему здоровью, и к той информации, которую вы даёте, и к той информации, которую мы даём в своей школе в части уже всеобщей управленческой грамотности и мировоззренческих основ, если угодно, здорового образа жизни. А что за проект у вас, если немножко подробнее? Ну, вот вы знаете, дело в том, что в моём понимании вообще 21 век должен стать веком всеобщей управленческой грамотности. Дело в том, что управленцы из разных сфер сегодня не понимают друг друга. Если вы посмотрите управленцев-железнодорожников, у них там тендер – это там, так сказать, одно значение. На экономистов у них тендер – это совершенно другой смысл. А вот языка междисциплинарного общения попросту нет. Нет языка, на котором люди разных профессий, управленцы, могли бы понять друг друга. И управление как таковое, оно зачастую выглядит немножко анекдотично, потому что мы управляем квадратиками, структурами, но не целями и смыслами. Никто не задаётся вопросом, а для чего эта структура существует? И насколько цели этой структуры соответствуют, скажем, целям благоденствия нашего народа? Зачастую получается прямо наоборот, что чем эффективнее работает структура, тем больший ущерб наносится интересам народа. Ну а вот на конкретном примере, вот скажем, железнодорожники скажут, что наша цель – это перевозить грузы как раз для благосостояния народа, чтобы обеспечить товарами, промышленные предприятия, сырьём и так далее, чтобы экономика росла и не останавливалась. Вот что можно сказать? Это так. Но я приведу какие-то примеры, чтобы понять действительно, о чём я говорю. Вначале ещё раз хочу сказать о смысле, а потом приведу примеры. Дело в том, что можно сконструировать язык управленческий, там всего-то девять терминов. Там вектор цели управления, вектор текущего состояния, вектор ошибки управления и так далее, и так далее. И тогда эти термины одинаково понимают, неважно, управляете вы химической реакцией или космическим кораблём, или железнодорожными перевозками, всё равно у вас вот в этой терминологии вы одинаково понимаете задачки. А, значит, примеры такие я вам приведу. Вот посмотрим даже на устройство нашей системы здравоохранения. Есть понятие положительных и отрицательных обратных связей. Так вот, система здравоохранения неправильна, когда пытаются обвинять врачей, они там что-то не так делают. Они, собственно, да, клятву Гиппократа давали, они как он делает, но они заложники той системы, которая сконструирована. А что, как устроено управление здоровьем? Управление здоровьем устроено так, что связи обратные такие, что чем больше больных, тем выгоднее этой системе. Потому что у главврача какие проблемы? Нужно крышу починить, нужно оборудование медицинское купить, нужно зарплату. Ему нужны здоровые люди для этого? Наверное, нет. Правильно, значит, цели системы и цели общества, они рассогласованы. Я думаю, что это не случайно. Мне представляется, что в 90-е годы именно так и конструировались нашими конкурентами наши структуры, сами механизмы управления, чтобы конкурент не всплыл для тех, кто проектировал наши системы. Поэтому нам нужно не повышать эффективность действия нынешних структур, а посмотреть, на что они нацелены. И вот это как раз и является предметом нашего курса, потому что мы вспоминаем фразу Ленина. Он говорил, каждая кухарка должна учиться управлять государством. Если человек научится управлять собою, а это один из самых сложных элементов, то для него труда не составит выстроить методологию управления. Технории специалисты найдутся, а вот методология управления, цели управления, вот это совершенно другое. Вот почему так важно было и то, что при Сталине в средних и старших школах учили науку логика. Да, там и логика, и психология, она давалась именно в школе, потому что управление, оно начинается с нравственности человека. Потому что мы говорим, что такое управление по полной функции? Ну, когда ты держишь процесс управления с самого старта, а старт это что такое? Управление начинается тогда, когда тебя что-то раздражает. Если всё хорошо, не надо управлять, значит всё самоуправляется. Но как только что-то начинает раздражать, возникает необходимость в управлении. А это уже психика человека. Одного раздражает, что нет сыра пармезан, а другого, что зарплата у тех, кто обучает его детей низкая. Вот поэтому мы соединяем здесь гуманитарные и такие, естественно, научные знания в единую систему. Ну, это как было, что в песне «Вся-то наша жизнь» есть борьба. Это правда. Борьба со своими страстями, пороками, желаниями, которые надо отделить, разумны ли они, неразумны, порядочны, непорядочны. То есть, это с детства закладываются принципы, должны закладываться. Что такое хорошо, что такое плохо. Цель жизни. Для чего ты живёшь? Потому что не лично для того, чтобы накопить, собрать, нагромоздить, как в песне Антонова. Там «Безумные роботы», кстати, очень хорошая песня. Вот как раз об этом, обо всём. Ну, а если говорить о борьбе, я бы всё-таки, знаете, такую мысль провёл. Вот, к сожалению, у нас есть общефилософские такие проблемы. Потому что мы на чём строили вообще весь образовательный процесс и в советские годы? На диалектике Гегеля, да? Вот он считает, что в основе это единство и борьба противоположностей. А я считаю, что Богом-то заложено другое – взаимодействие разнокачественных явлений. Вот единство и борьбу противоположностей мы реализовали в событиях на Украине. Вот во что невидимая такая диалектическая логика Гегеля выливается на Украине – единство и борьба противоположностей. А если бы мы преподавали детям взаимодействие разнокачественных явлений? Ведь можно в природе выстроить так, мы говорим, нужна экосистема созидания. Когда да, есть разные народы, разные культуры, но не надо их сталкивать между собой. Они должны научиться взаимодействовать во благо каждого и всех вместе. Пока на Земле есть капитализм, а именно империализм, целью которого является разделяй, стравливай, властвуй. И в народ вбрасываются такие постулаты, как «бери от жизни всё, человек человеку волк, а не товарищ и брат». То есть, противоположные от первозданного, истинного принципов коммунистических в правильном и идеальном понимании этого слова, вот то, что мы с вами смотрели вчера и можно людям поставить, пусть прочтут правила строителей коммунизма. То есть, основные постулаты. 2004 года. Да, да. И, кстати, заодно посмотреть про моральный кодекс, то, что строители коммунизма. И второе – правила работы и принципы нравственные продавца. То, что сейчас вообще немыслимо, и даже немыслимо уже было годы, так сказать, 60-х с конца. Когда прибыль стала основой. Вот в этом-то и суть, что то, что вы говорите, то, что есть плохое, по большому счёту, искусственное, то, что одни люди в угоду себе и своим идеям творят и насаждают в мире всего безнравственного, мерзкого, разрушительного. Это всё, по сути, капиталистическая система даёт бездушное, безнравственное, во главу которой ставит только прибыль и беспринципность, и когда в экономике идёт борьба за прибыль, с чего и началось разрушение нашей страны с 61-го года, когда изменили основы социалистического строя, закончился социализм, это мало кто понимает, в 61-м году больше не было социализма, и пошли семимильными шагами к капитализму, и пришли, и пришли подготовить идеологические люди уже под это дело. Многие это приняли. Почему? Потому что они были за 30 лет к этому подготовлены, чем? Идеологическими вбросами, вот этими самыми, как раз, так сказать. Ну и пошло, вот в 80-е годы уже прорва, это когда в нашу страну полетели от порножурналов до, так сказать, различных врагов, которые, так сказать, за границей, вот эти, Суворов, который, он Резунова фамилия, а он предатель, разведчик, который в Англии убежал, и что? И как его стали англичане, которые нам точно в нашей стране исконно друзьями не были, они начали, что делать? Его поддерживать, печатать книги, и что он там может написать? Какая там идеология посылы? Это разрушающая страну или, наоборот, всё для блага? Конечно, разрушающая. Многие это не поняли. Всё началось с интеллигенции, с части её, конечно, с части, про которую правильно Ленин очень хорошо писал и говорил. Ну и к этому и пришли, как движущая сила. Потом подхватили другие, и вот то, что вот, насколько я помню, в концепции как раз, да, общественный безопасность, что есть вот ложь один, ложь два. Правда, убрали от человека, а направили по пути ложного. А человек думает, что он сам выбрал этот путь и думает, что коли это во что я верил ложь, то значит истина вот то другое, что мне предлагают. А те кукловоды предлагают то, что является ложью, просто в данный момент времени будет восприниматься людьми как прогрессивная новаторская истина, а на самом деле это ложь. И у людей почему не хватает, у людей просто не хватает образования и тут даже не знание наук, образование вот в первую очередь то, с чего Сталин начался науки логика. Да, да. Вот как раз вы правильно подметили, что не хватает вот той самой, я бы назвал это именно управленческой грамотности. Когда понимать, как вообще организовано управление по принципу разделяй и властвуй, и тот, кто начинает обладать вот этим целостным мировоззрением, пройдя наш курс, он совершенно иначе смотрит на жизнь и его, как это нынче говорят, уже не разведёшь. Да. Потому что он сразу смотрит не на содержание информации, там можно сутками смотреть и всё равно ничего не поймёшь, а на то, кто её подаёт и с какой целью. Вот когда ты цель уяснил, ради которой эта информация подаётся, тогда ты эту книжечку захлопнул и больше никогда не открываешь, тебе стало всё понятно. Да, тут очень важно людям объяснить, что такой вот бесструктурный метод управления, то, над чём ловят людей, что они не понимают, как раз когда они не могут правду отделить. И плюс к этому очень важны исторические уроки, параллели. То есть, то, что сейчас происходит, вот та методика зомбирования людей, она геббельсиская. Да, там ничего нового, я согласен. Ничего нового. То есть, методы, технологии применяются те же, берутся просто другие события, обстоятельства, меняется, так сказать, внешний, как бы атрибутика какая-то и так далее. А внутри, что остаётся, по делам судить надо, по, конечно, и словам тоже, но и по делам, по применяемым технологиям, а не как под копирку. Это как США за вот последние лет 50 устроили там кто-то по разным оценкам от 80 до 120 тех или иных так называемых цветных революций во всех странах жизненный интерес, их весь мир, везде своими погаными лапами лезут, хапают, не дают людям нормально жить, эксплуатируют, разрушают. И вот, кстати, какие молодцы сейчас люди во многих африканских странах, как они дали по рукам всем этим мерзавцам, по сути, колонизаторам, кем они являются? Вот это самое главное, что идёт распознавание вот этих схем на таком глобальном уровне, потому что ведь наш президент что сказал? Заканчивается 500-летний балл кровавых вампиров. Это, в общем, фраза ко многому обязывает. И поэтому хотелось, чтобы вот это понимание шло бы уже не только на уровне, вот там, так сказать, руководства, но прежде всего изменить ситуацию можем тогда, когда изменится сам человек. Поэтому мы вот именно к этому и призываем, и формируем по сути сообщество. Вот участники моего курса – это, по сути, такое новое сообщество, ориентированное прежде всего на позитив. Мы говорим о том, что бороться и тратить энергию на борьбу с теми недостатками, которых у нас множество, это не наше дело, да? Наше дело – формировать новое с тем, чтобы старое ушло само по себе со временем. Это процесс длительный, но это единственный надёжный процесс, потому что, к сожалению, русский язык опять же точен, говорят, за что боролись на то и напоролись, это о том, что если вы начинаете с чем-то бороться, то это явление получает от вас энергетику, и оно зачастую начинает, наоборот, развиваться. Поэтому лучше создать что-то в параллель и жить в технологии и в психологии пчелы, а не мухи, да? Потому что они живут в одном мире, но у пчелы одно представление об окружающей среде, а у мухи совершенно иное. Вот так же и человек, он может либо одни рецепторы включать и видеть одно, либо другое. Поэтому вот у нас формируется такая позитивная аудитория, и если угодно мы формируем процессы укрепления цивилизационного ядра русского мира, потому что сегодня очень широкий круг понимает, что такое цивилизация, как она строится, и цивилизация любая жива тогда, когда есть цивилизационное ядро. Вот цель нашего курса «Школы управления собой, страной и цивилизацией» – это формирование в конечном счёте цивилизационного ядра. И мне очень хочется верить, что люди, которые соприкоснулись с нашей школой, они, конечно же, с большим интересом воспользуются той информацией, которая несётся вами, или вот сейчас у меня очень плотное взаимодействие с вольным казачеством. Точно так же люди, которые прошли наш курс, они интересуются, вот у нас создаётся, на мой взгляд, что очень важно, единство разнообразного. Вот можно строить единство в однообразии, вот или капитализм, или социализм, или ещё что-то, а можно добиваться гармонии разнообразного. Вот, собственно, на мой взгляд, это базовая задача сегодняшнего дня, и я рассчитываю, что аудитории моего канала, аудитории вашего канала – это очень близкие люди, и они должны знать друг друга. Ну да, безусловно. То есть, главная задача, в общем-то, это формирование осмысленной жизни отдельного человека и общества в целом. Человек должен понимать и задаваться вот этими глобальными вопросами, потому что иначе какова смысл и цель жизни человека просто быть потребителем и жить для собственных наслаждений – это как-то низко для человека, это как-то недостаточно. Согласен. Вот, и поэтому есть что-то большее, вот если человек это осознаёт, он пытается искать истину, в чём смысл, и ваши вот как раз лекции, деятельность позволит, как минимум, чтобы человек задумался над этими глобальными вопросами бытия. И если человек будет думать, он будет искать истину, это хорошо. То есть, ну, соответственно, я только за и поддержу и вас в этом, как и вы меня в моём деле. Очень рад. Спасибо. Спасибо, Юрий Андреевич, что вы интересуетесь вот проблемами, которые мы поднимаем в своих работах и в своих роликах. И я хочу поблагодарить вас за участие в наших делах. Я вас благодарю. Спасибо. Спасибо, да.